Раннее утро 13 февраля. Патрульная служба вместе с сотрудниками ГИБДД вышла в рейд по сопровождению машины скорой медицинской помощи. КРИКИ Стартуем от первой подстанции, что на улице Коноплянниковой. Экстренный вызов получила бригада интенсивной терапии номер один. Машину такой бригады, а их на всю Тверь только две, можно отличить по надписи «реанимация». Нам вызывать некого. У вас, скажите, во сколько в день может быть вызовов? Неделю назад 19, за сутки было. И всё, первая необходимость экстренная? И плюс аварии? Аварии, отравления, повешения, утопления, ножевые ранения, огнестрельные ранения, попадания под трамвай. За рулём машины Геннадий Черник. Водитель с 20-летним стажем работы в скорой. То есть, ваша бригада по всему городу, да? Не только Заволжский район? Просто базируетесь на первой подстанции? Да, а так мы и по городу, и по району. Прасы, ДТП, всё наше. Практически по встречке, да? Ну да. Ну, в связи с вступлением в действие федерального закона, значительно улучшилась пропускная способность скорой помощи. Все водители понимают, что бригада, если едет с мигалками и сиреной, то спешит на экстренный вызов. Это может оказаться любой член семьи этого водителя. Он не знает, что случилось. И поэтому стараются все пропускать. СИГНАЛИЗАЦИИ 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 Вот. Он мог куда-то присоединиться? Он мог куда-то, да, в стороночку? Вот у него карман был. Вот, да? Не пропускает. Все нарушения фиксируют сотрудники ГИБДД. Дежурный экипаж следует за скорой. А вообще какие бывают нарушения? Не пропускают? Ну, в основном при выезде со степенной дороги не обращается внимания, потому что скорая помощь едет у нас с проблесковыми маячками. Ну, невнимательность в большинстве случаев. Специальных случаев нету. Ну, наказание сейчас повышено, да, вот для водителей-нарушителей? Сейчас, да. Сейчас строго, довольно-таки с этим, в соответствии с законодательством нашему. То есть штраф 3000 рублей до 5, либо лишение права управления. Ну, сейчас практически нарушений со стороны водителей мало. Пропускают практически все, стараются во всех случаях. Ну, а пешеходы, много, которые нагло идут по пешеходному переходу, они на земле на пешеходном, а мы в плодоостановке. Маленького пациента доставили в больницу вовремя. Секунда в секунду. Секунды решают все. То есть это жизнь. Поэтому чем быстрее прибудет бригада на вызов, тем быстрее окажут помощь, и человек останется дальше жить. Мы же еще раз обращаемся к участникам дорожного движения. Водителям и пешеходам имейте совесть. Помните о потраченных на ваши нарушения драгоценных секунд специалистов скорой. Уступите дорогу.